Безусловно, классик. Это один из столпов санскритской поэзии вообще. Наряду с Каледасой, допустим, Каледаса более значимых, Хатри Хари, тоже в первых рядах. Тогда у меня вопрос. Значит, Хатри Хари это Жуковский, значит, Батюшков или Лермонтов? Я бы сказал, что ты Державин. Нет, ну что ты смеешься? Понимаешь, Державин, если говорить о каком-то таком ранге, то это, наверное, скорее Лермонтов или Тютчев. Тютчев, кстати, тоже сходный поэт с Хатри Хари. Поэт-мыслитель, великолепный поэт. Ну вот где-то так. В числе первых. Поэтому перевести его на русский было, на мой взгляд, совершенно необходимо. И даже один полный перевод, это, на мой взгляд, недостаточно. Хотелось бы, чтобы было там хотя бы два-три перевода. Разных переводчиков. Разных переводчиков, да. Но именно стихами. Именно стихами. Потому что, когда я показывал твои переводы любителям древнеиндийской литературы, первое, первое, о чем они обычно мне спрашивали, и как бы, что вызывало у них некоторое в чем-то сопротивление, в чем-то вопрос, это как? Как? Почему он посмел переводить с рифмой? Почему Леонов перевел стихи рифмой? Вот. Ну, во-первых, давай начнем с того, что в этой книге рифмованных переводов не так уж много. То есть это не преобладающий прием? Это, да. Это не преобладающий, я не знаю, может быть, их там штук десять, может, чуть больше, но... Ну, то есть, на самом деле, из трех ста десяти девяти стихотворений, на самом деле, меньшая часть зарифмована. Я бы сказал, мизерная часть. Мизерная, да. Мизерная, да. Да, но ведь теперь, понимаешь, увидели именно тот кусок, который зарифмован. И тут возник вопрос, как это? Ведь мы же любим санскритскую литературу за ее буквализм. Мы же не привыкли стихи читать, стихания. Нет, понимаешь, что значит, любим за буквализм. Буквализм – это, буквалистки, может быть, перевод. Как стихи не могут быть буквалистами. Да, думаю, я имел в виду перевод. Да, что мы любим, что перевод, он должен, вот, нет, ни одного лишнего слова. Давайте так, что санскритская поэзия переводилась стихами. Продолжение следует...